АВИАМОДЕЛЬНОГО СПОРТА 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 И ТЫ ОРАЗ ДЕСЯТЬ ЗАКИДЫВАШЬ ТУДА В НЕБО И ТАКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЗАЧАСТУЮ НАГРУЗКА ТЫ ДВА-ТРИ КИЛОГРАММА ТЕРЯЕШЬ СВОЙ ВЕСА БЕГАЙ С ЭТИМ САМОЛЁТОМ ПО ПОЛЕ ОСНОВНОЮ Это всё-таки Продолжительность полёта И всё вокруг этого Точность посадки, продолжительность высота полёта Ну, все это взаимосвязано. Но если у тебя нет физической формы, то ты высоко не забросишь и долго не пролетаешь. Поэтому все должно быть гармонично. Как много участников приедет на чемпионат и откуда? Мы ожидали порядка 60, но вот те, кто уже точно приехал и едет, потому что уже спортсмены готовятся непосредственно на поле. Вчера начали приезжать первые. Порядка 60 ждали, но сейчас уже где-то 40-45 уже в пути, что называется, спортсменов. Заранее? Да, заранее, потому что нужно влетаться в воздух. Каждый регион имеет свою плотность, высоту над уровнем моря. Это все влияет на, скажем так, характеристики самолета. Их надо поднастроить, чтобы они летели в этом воздухе, ну, более, скажем так, продолжить. Сколько дней нужно, чтобы вот так влетаться? Ну, это зависит от профессионализма спортсмена. Если он, большая практика соревновательная в разных регионах, если ты всю жизнь летал в одном регионе, то тебе будет очень сложно. Приехав в какой-то другой регион, ну, там начать летать так же хорошо, как ты летал у себя дома. Поэтому надо как можно чаще и больше ездить, перемещаться. Ну, сутки ты будешь так же летать, как те, кто живут в этом регионе, если ты профессионал. Все ясно. А возраст участников? Возраст от 18 до 65, ну, конечно, не в этом классе, потому что здесь все решает физическая сила и опыт. А в F-5J там уже в основном опыт твой. Потому что там нужно решать очень много логистических задач. Самолет должен не только точно сесть, грубо говоря, в точку. Чем больше у тебя расстояние, тем больше у тебя штрафных очков от места посадки. Но ты должен вовремя сесть. То есть нужно рассчитать весь путь самолета, чтобы он прям секунду в секунду и метр в метр попал в эту точку. Это логистическая задача. Это не голова, а компьютер должен. Чтобы все это учитывать и погодные условия, и метеорология какая. Но там уже возраст не так, не накладывает такие ограничения, как вот на этих планерах. Здесь тяжело людям в возрасте тягаться с молодыми. Иногда бывает, если у тебя вес большой, то ты можешь так его закрутить. Поэтому, когда ты видишь плотного спортсмена на старт, это еще ни о чем не говорит. Он может и на 100 метров закинуть самолет. Как люди вообще приходят в авиамодельный спорт? Что для этого нужно? Ну, скажу такую громкую фразу, это любовь к небу. Потому что если раньше в советское время нас приводили туда, мы все, там, человек 30 пришло, два осталось через месяц, ну, это нормально. То есть сейчас изначально люди, те, кто, дети уже заражены небом, тягой к полетам, ну, они прям папу видят где-то на соревнованиях по телевизору, в Ютубе, я хочу так же. И уже родителей своих ведут, но с ними проще заниматься, потому что они уже хотят всем этим заниматься. То есть тут отбора как такового уже практически нет. Да, со школьной скамьи, то есть, ну, те, кто проходит школу авиамоделизма, они уже, скажем так, разносторонне подготовлены. Это и технология производства, это и токари. И фрезеровщики, ну, 3D-моделирование. Сейчас современные технологии, то есть не позволяют работать не только рубанком, но еще и все остальное осваивать. Угу. Ну, тогда, раз мы заговорили с вами про современные технологии, как вообще изменились соревнования и вообще авиамодельный спорт в целом? Как было, стало, уж как технологии повлияли? Ну, сам соревновательный дух, он был, что самолеты такие, но сами показатели и техника сама, она, ну, скажем, диктует, она загоняет, ну, приходится каждый раз, скажем так, зажимать. То есть потому что мы можем очень высоко взлететь, мы можем очень далеко улететь, поэтому вес стараются или увеличить, или ограничить. То есть, ну, так же, как вот у наших больших этих «Формула-1». Постоянно какие-то новые введения, то есть не позволяющие быстро ехать. Так и нам. То есть инженерная мысль, которая вокруг всех, потому что авиамоделисты – это не только, скажем так, не столько хобби там или еще спорт, но еще и какие-то прикладные вещи, потому что на соревнованиях зачастую встречаются там профессора МАИ, авиационных институтов, главные инженера. То есть, ну, люди из этой сферы, они летчики военные, они, ну, тоже все любители моделей. То есть, ну, если у них есть такая возможность как спортсмены выступать, они едут и выступают. Вот там же происходит весь обмен опытом. Некоторые вещи, которые появляются на моделях, через некоторое время появляются на больших самолетах. Ну, то есть модель, она и есть смоделировать какое-то решение, потому что зачастую мы что-то видим в моделях намного раньше, чем на больших самолетах. А расскажите тогда о самых любопытных, на ваш взгляд, моделях, которые позже, возможно, превратили в жизнь, либо которым еще только предстоит этот путь. Ну, сейчас новые – это квадрокоптеры всевозможные, то есть, ну, это, скажем, новое веяние, да. Вот эти планера, которые F3K, ну, позволяют, скажем так, ну, имеют прикладные, то есть его можно в любой обстановке закинуть, и он полетел. То есть квадрокоптеры – это прикладное, да, там, съемки, все что угодно. Но сейчас появились гонки, вот, когда в очках, ну, спортсмен полностью управляет своим болидом, вот, и летают в лесах, там, еще где-то, ну, на попересеченной местности, на квадрокоптерах, ну, очень интересно. Это от первого лица, получается? Да, от ФПВ, так называемого, ФПВ. От первого лица, ну, это захватывает, очень сильно захватывает. Очень любопытно. Скажите, есть ли место творчеству в авиамодельном спорте? Либо это такой технически выверенный процесс? Конечно. То есть, более того, это постоянно поиск решений каких-то. Ну, как я и сказал, что инженера и конструктора, они все, ну, зачастую, то есть имеют какое-то отношение к авиамоделированию. И сегодня у нас крылья такие, завтра они загнутые, то есть, ну, какие-то вещи испытываются постоянно. Ну, как у нас любят шутить, в некоторые решения нужно верить, чтобы они работали. Если ты в них не веришь, они не работают. Ну, это шутки, скажем так, профессиональные. Потому что иногда что-то прямо настолько на грани фантастики, что кажется, что это не будет летать. Но проходит какое-то время, продули в трубе, в институте, там вот у нас были подобные решения. Ну, люди отказались, ну, не летит. А Казань, там, допустим, авиационный институт, ну, ухватились, проверили, в трубе чуть-чуть подправили, или сейчас впереди всех. Расскажите поподробнее про вот концепцию этого аппарата. Ну, то есть, это подобный планер, но только у него, скажем, более плавные крылья загнуты. Ну, то, что мы сейчас видим на Боингах, на всевозможные вот ушки, винглеты так называемые. Вот. То есть, они призваны снизить сопротивление у самолета. Ну, точно так же мы на таких моделях, ну, они более плавно, более устойчивый полет. Ну, не шел самолет, он, ну, не хватило, скажем, такой теоретической базы человеку, который это придумал. А вот уже в институте доработали. И сама идея была подана, скажем так, человеку, который не имел образования именно, ну, профессионального, но нашел это решение, вот, ему хотелось так, но нужна была теоретическая база, испытания провести. И вот в Казани ребята добились. Сейчас чемпионы мира, вот. Ну, в этом планера, ну, свободно летающие модели. Россия впереди планеты всей. В пилотаже, в копийном пилотаже. То есть, авиамоделизм для нас это так же, как хоккей. То есть, мы законодатели мод. Очень любопытно. Да. Тогда вернемся к соревнованиям. Чем чемпионат завершится и что получат победители? Машину не получит. Он получит признание и, скажем так, возможность, ну, если у него нет звания, скажем, на одну ступеньку подняться выше. Ну, в любом случае, то есть, стать чемпионом России, это уже почетно. В неких денежных призах, конечно, речь не идет. Ну, то есть, это только звание твое. Слава и почет. Слава и почет, да. Сколько победителей будет? Ну, в каждом классе может быть только один. То есть, в 5G команда и личное первенство. То есть, точно так же и в F3K команда и личная. Ну, у нас команды сильные. Это Москва, Забайкальский край приезжает. То есть, ну, такие. Свердловская область, Новосибирске, ну, Алтай. Вот. То есть, мы тоже летим. Спасибо вам, Вячеслав, что пришли к нам сегодня и рассказали о грядущих соревнованиях. А я напомню, о чемпионате страны по авиамодельному спорту мы говорили с председателем Кривой Федерации Вячеславом Лепой. Продолжение следует...